Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем цикл передач музея Одинцовского городского округа. И сегодня мы находимся в городе Звенигород. Мы буквально вернемся, окунемся в прошлое, потому что мы сейчас в музее, который так и называется «Назад в СССР». И расскажет нам об этом замечательном музее и о том замечательном времени экскурсовод Светлана Устюгова. Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте! Расскажите, откуда идея такая удивительная и необычная создать такой музей? Ну, необычно это не так. Мы три подруги, дружим давно, имеем опыт музейной работы. И когда возникла возможность создать свой музей, то тут, конечно, споров никаких не было. Тема была определена «Назад в СССР». Сегодня очень многие люди тоскуют о советских временах, когда мы были дружны, романтичны, когда мы гордились своей страной и были уверены в завтрашнем дне. Вот мы создали этот музей, чтобы позволить людям вспомнить ту эпоху, прикоснуться, понюхать, потрогать, вспомнить, какие вещи они имели, какие были предметы мебели, запахи тех времен. Музей положительных эмоций, так мы называем свой музей. Итак, сейчас мы прям стоим в комнате. Очень необычно, наверное, для наших современных детей, но такое теплое и приятное для нас, потому что здесь все как из детства. Расскажите, что можно здесь увидеть, что можно прям буквально, я смотрю, понюхать, потрогать. В этой комнате живет семья офицера. Интерьер не бедный, как вы видите. И при входе стоит, например, вот такой замечательный предмет, необходимый офицеру, наверное, сегодня очень модный, но немногие знают о его предназначении. Называется он денщик, жук-денщик. Он позволял офицеру снимать грязные сапоги, не наклоняясь, не пачкаясь, окопы, знаете ли, полигоны. Сегодня, кстати, очень модная, действительно функциональная вещь. У военного мог стоять первый советский телевизор. Это роскошь, да? Это роскошная вещь. Он назывался КВН-49. КВН расшифровывается как Кенигсон, Варшавский, Николаевский. Ты инженер-изобретатель. В 1949 году придумали вот такой небольшой ящичек. Экранчик маленький. Линзу наполняли водой или глицерином, чтобы увеличить изображение. А говорят, если хотели посмотреть что-то цветное, капали вовнутрь чернила или клеили сверху цветную полосатую пленочку. Игра КВН, вот тоже говорят, в честь него была впервые названа, потому что в народе была еще и такая веселая расшифровка. Купил, включил, не работает. Но пойти посмотреть вот такой телевизор к соседям, к друзьям, к знакомым, когда-то было целым мероприятием. Собирались. Как сегодня пойти в кино наряжались, красились. Компании целые возле него. Да, и проводили время. У военного стояла вот такая вот радиола. Радиола – это изобретение американское 1922 года, когда соединены радиоприемник и проигрыватель вместе. Это у нас рижский завод ВЭФ в 50-е годы, называется «Аккорд». Но первая радиола вышла в 1928 году, СВГ называлась. И последняя в 1992-м во Владивостоке, Сиренада. Закончилась эпоха радиол. К радиоприемникам в советской стране было особое отношение. И вот, например, во время войны у нас есть вот такой указ. Все радиоприемники необходимо было сдавать соответствующие органы. Потому что население не должно было слышать фашистской пропаганды. После войны по квитанциям возвращали обратно. А вот до 1 января 1962 года каждый, кто купил радиоприемничек, должен был пойти на почту и зарегистрироваться, получить право на прослушивание собственного радиоприемника. Крутя вот такую ручечку, советский гражданин мог добраться до вражеских радиостанций. После 1962 года стали глушить вражеские голоса. Надобность регистрации отпала. Мы здесь еще вспоминаем запахи тех времен. Очень знакомая коробочка. Красная Москва. На самом деле это любимый букет императрицы. Фабрика Генриха Бракара, французской парфюмерии. С 1864 года она работала в Москве. В 1913 в честь императрицы Марии Федоровны. Это было 300 лет дома Романовых. Французский парфюмер, работник этой фабрики, Август Мишель, придумал аромат. Он же, работая на фабрике «Новая заря», в 1925 году она открылась и так стала называться, перенес аромат в новый флакончик. Название надо было поменять. Назвали «Красная Москва». Ну, конечно, не пролетарская, а красивая Москва. Андрей Евсеев, советский график, придумал характерную бутылочку, упаковочку. Стали они символом не только советской парфюмерии, но и всей советской страны. В 1958 году в Брюсселе, международная выставка «Ямарка», они получили золотую медаль. Фиалка, ирисовый аккорд, подчернутый лангом, ледо-оранжем, гвоздика и бергамотом писали о них в Брюсселе. Прям запах из дома бабушки с дедушкой у нее всегда стоял на трюмо, вот эти вот «Красная Москва» и вот этот запах. В 1920 году у них была параллельная история. Бывший придворный парфюмер Энсбо, говорят, предложил Коко Шанель, искавший основу для своих новых духов, несколько запахов на выбор. Якобы она считала номер 5, у нее была любимая цифра, и это был любимый букет императрицы. Говорят, что эти духи легли в основу духов Шанель номер 5. Вот такая легенда еще существует. Ну, вообще у этих духов был один недостаток. Когда-то ими пахли все женщины Советского Союза. А вот все мужчины Советского Союза когда-то пахли шипром. Что такое шипр? Это кипр по-французски. Французский парфюмер Франсуа Коти в 1917 году побывал на Кипре и придумал вот такой вот аромат. Здесь главные ноточки сандаловое дерево, дубовый мох, который растет только на Кипре. Травяные прям запахи. Так когда-то пахли все советские парикмахерские. И в 50-х годах даже были установлены автоматы повсеместно. 15 копеек бросаешь, из пульверизатора получаешь фонтанчик свежающих капель. И еще один символ Советской эпохи – это тройной деколон. Нынче он выглядит вот так вот. Но это одеколон, это известная кёльнская вода с 1709 года. Изобрели в Кёльне, итальянский, прошу прощения, парфюмер, тоскуя об Италии. Когда-то был лечебным средством. Суставы натирали, от мигрени избавлялись. Да, в 1812 он попадает в Россию и здесь приживается. Тройной, говорят, добавили просто три компонента и отнесли к парфюмам. Поэтому он называется тройной. И Наполеон. Сейчас изображен Наполеон. Это у нас современные бутылочки. Эту ретро-линечку выпускает по-прежнему фабрика «Новая заря». Наполеон, говорят, любил не только побрызгать кёльнскую воду под мышки и в ванные. Он ещё пил чай, капая на сахар, и даже пригублял для прочищения мозгов. Так что в советские времена его использовали, конечно, и как алкоголь, потому что это была натуральная настойка. Многие наши посетители вспоминают истории из своей жизни. Сколько ходило анекдотов по этому поводу. Я вам даже могу рассказать один. Расскажите. Он спрашивает три флакона тройного одеколона в парфюмерном отделе и просит, чтобы были хорошо этикетки приклеены нам, говорит, к столу. К столу, да. Или два тройных и одеколон сирени за столом дамы. Вот такие вот анекдоты ходили. Светлана, расскажите, что это за такой аппарат? Такого в моём детстве не было. Я не знаю. Это патефон или граммофон. Можно об этом спорить ничем. Он у нас находится в комнате, которая воссоздает интерьер послевоенного времени. Кровать, коврик и роскошная вещь патефон. Вот непременные атрибуты. Непосредственно какой год у этого патефона? Это где-то 41-42 год. Пластинку заводили. И в доме был праздник. И на улице во дворную табуреточку выставят. И всем двором танцуют. Наверное, помните старые советские фильмы. Мы сейчас продемонстрируем, как это всё происходило. Вот так вот закручивали ручку до упора. И пока пружинка, которую мы закрутили, раскручивалась, музыка звучала. Вставить ручку. И пока она крутится, пластинка крутится и играет. Раз в сорок можно прокрутить такую пластинку. А потом портится и пластиночка, и иголочка крутится. Она быстро доходит до конца. Пластиночки это были натуральные. Делали их из смолы червячка, который водится в Индии. Лаковый червец он назывался. Червячок делает смолу из неё. Создает себе скорлупу, прячется в неё. Априлевский завод когда-то так и назывался. Завод по переработке шеллачных масс. До 1971 года там ещё выпускали натуральные пластинки. Хотя в 1948 придумали вот такой уже винил. Пластмасса позволила сблизить, сузить бороздки. У нас появилась долгоиграющая пластинка. Здесь одна песенка записана, а здесь, видите, целая сказка. Только хотела спросить, да, здесь, значит, только одна песня. Айболит. Даже говорят, иногда одна песенка была на двух сторонах расположена. Половиночку прослушали, повернули, дослушали. Вот такие мы уже слушали. Виниловые пластинки с сказками, с детскими песнями. А такую пластинку можно было давить, плавить. Она всё выдерживает. Только ломкая, видите, хрупкая. Её уронишь, она вот так вот и расколется на мелкие части. Поэтому, конечно, их очень берегли. Берегли и заезживали, как говорится, до конца. Светлана, расскажите, чему посвящён этот стеллаж? Здесь радио, проигрыватели, магнитофоны, правильно? Да, совершенно верно. Если телевизор был в те времена роскошью, то вот такое радио у всех висело на кухне. Точно. Радио-точка, да. В советские времена это была целая жизнь. В 6 утра с гимном Советского Союза, как с будильником просыпалась вся советская семья. Зарядка. Утренняя гимнастика, пионерская зорька, радионяня, театр у микрофона. Какая литература, театр, музыка. Люди не отходили от этого радио. Николай Литвинов, советский актёр, таким приятным бархатным голосом спрашивал советских детей. А хочешь, я расскажу тебе сказку, дружок? И всё, советское детское население слушало и засыпало под это радио. Вообще, это ещё одна разрушенная государственная система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Нет радио, и мы не можем узнать электричество, когда у нас не будет, что случилось, куда нам бежать. Да, телефон незарядимый, всё. Хотя ни один дом не сдаётся без радиоофицирования до сих пор. Это непременное условие. Просто надо проводить в квартиру. В 1947 году в Советском Союзе появляется первый магнитофон. Вот на такую плёночку, как вы помните, можно было что-то записать в микрофончик. Свой голос, какую-то музыку, каких-то смешных людей. Магнитная плёнка, магнитофон. Маяки, ноты, кометы, Юпитеры нам подарили вот такой вот грюндик. Если вы помните фильм «Берегись автомобиля», герой Андрея Миронова в комиссионном магазине предлагает вот такой вот магнитофон. Он говорит, не будете брать, оторвут с руками. Четыре дорожки, стереофония. У нас это грюндик 1966 года. Он работает, его называли бобинный или катушечный. Голубые глаза, тратенежно стоят. Голубые глаза, возгорит небо. И вождь голубой, словно небо. В 50-х появляются транзисторные радиоприёмники. В Эфис, Пидолы, Океаны, Меридианы, Риги, Соколы, Ленинграды. Каких только не выпускали. На плече, под мышкой. Походы. Мужчины, а настоящие пацаны носили вот здесь. Вот, да, музыка в дорогу. Радиол уже не потащишь с собой. И ещё один источник музыки в советском доме. Это вот такие вот чемоданчики. Они назывались электрофоны. У нас, видите, тоже их много. Это у нас юность 301, город Ленинград, 1969 год. Каких только детских пластинок не выпускала фирма «Мелодия». Нашкаёт цветочная поляна. Наши стены сосны и ликаны. Уже старенькие, да? Старенькие, всё уже заезжено, конечно. В 80-х выпускались целые мюзиклы. Алибаба «Сорок разбойников», Пеппи Длина Чулок, «Ночь перед Рождеством», «Робин Гуд». Детей можно было оставлять одних дома, уходить. Возвращаешься, они так и слушают, так и ставят. Это точно, я сама заслушивалась. Да, да, да. И пластиночки были в детских журналах «Колобок», если помните. Сиденького цвета. Да, песни, сказки. И на них тоже, да, можно было вырезать, подушить. Ни разу не пробовала. Возвращаясь выходил «Кругозор», ежемесячный музыкальный журнал. Всё, о чём пишется, всё звучит вот на этих гибких пластинках. Можно было приехать в курортное место и купить вот такую вот пластиночку. Это какая-нибудь модная песенка, записанная самопально на открытке. А можно было зайти в студию, там на профессиональном оборудовании запишут ваш голос. А вы отправите звуковое письмо. Дорогая бабушка, поздравляю с днём рождения. Бабушка поставит в проигрыватель и послушает ваш голос. Да, вот такой голосовой письмо. Хорошая идея, кстати. Вот у нас, видите, такой раритет есть. Это 47-й год. Голос моего милого сына Коленьки. Записан на студию звукозаписи на улице Горького. Ещё один этап музыки – это аудиокассетные магнитофоны. Это уже ближе к нам. Нота, маяк, электроника, весна. Опять же, на плече, подмышкой. Кто-то записывал машину времени на такую аудиокассету. Кто-то записывал Высоцкого, ну, а кто-то Дипёппу. Светлана, а здесь у нас фотоаппараты. Их великое множество, каких только нет. И, наверное, у каждого своя история. Это наша особая гордость. Да, все советские граждане были фотолюбителями. И поскольку у нас были фотоаппараты плёночные, то плёночку это надо было проявить, распечатать. Не дай бог не засветить, я знаю. В доме работали целой лабораторией. Так в прекрасном свете закрывались. В ванных комнатах тёмных проявляли, распечатывали. Фотоувеличители, глинцеватели, бачки, химикаты. Не дай бог открыть дверь в ванную. И засветить весь процесс. Да, волшебный процесс нарушить. Самые первые советские фотоаппараты – копии иностранных. Печально, конечно, но факт. Но первые Никоны, Кэноны – это тоже копии немецкого фотоаппарата «Лейка». Вот и у нас самый первый советский фотоаппарат – это «Фотокор-1». С 30 по 41 год выпускали на Ленинградском механическом заводе. Около миллиона экземпляров было выпущено. И вот такие фотоаппараты использовали, конечно, на фронте. В 1934 году в Харькове разобрали немецкий фотоаппарат «Лейка» и сложили вот такой советский фотоаппарат «ФЭД». В выпусках начался. В 1934 году в коммуне для беспризорников имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. Это Макаренко, наш чудесный педагог, предложил доверить бывшим мальчикам-беспризорникам выпуск сложной фототехники. Завод находился на территории коммуны. Мальчиков обучали специалисты, они собирали вот такие фотоаппараты, зарабатывали хорошие деньги коммуне и государству. У Макаренко на первом месте было дело, которое приносит не только радость, но и как-то... Прибыль. Да, естественно. Как узнаешь, что твой труд ценен по-другому. ФЭД-3, ФЭД-4, ФЭД-5, он был самым массовым, самым популярным и самым легендарным. Вот ходила легенда, что в составе советской делегации одна женщина советская, фотографируя с Эйфелевой башней, уронила нечаянно фотоаппарат вниз. Французы стали успокаивать женщину, пообещали новую фотокамеру, но когда принесли ее ФЭД, подняли, оказалось, что она работает. Тут уже удивленные французы стали просить продать такой необыкновенный прибор. Советская женщина в те времена ничего не могла продать за рубежом, но не обменять на Шанель номер 5 тоже не смогла, не устояла. Обмен состоялся. Но вообще его прозвали неубиваемым. Он имел очень прочный корпус. Вот на таких фотоаппаратах смена все учились фотографировать. Это точно. Несколько фотоаппарат смены выпускали в Ленинграде, в Минске еще с довоенных времен. Самый дешевый, легкий в управлении, шкальный, доступный мальчикам и девочкам. А вот «Зенита» – это наша гордость. Это Красногорский оптикомеханический завод. Это зеркальные фотоаппараты. Они побили все рекорды по количеству и, как видите, экспортировались. В 1979 году британским журналом «Увот Кэмера» вот такой «Зенит ЕМ» был признан лучшим фотоаппаратом 79-го года в мире. Нам есть чем гордиться. Отличные были и кинокамеры «Кварц» в Красногорске. Вот это 60-е годы. Как в Патефоне. Пружинный завод. Да, Пружинный завод. И вот это 70-е. Их экспортировали под маркой «Кинофлекс». И замечательная вещь для домашней съемки. В 70-80-х годах советская оптика считалась лучшей в мире. Ее делали из стекла, которое предназначалось для спутников-шпионов. До сих пор в секрете хранится рецепт стекла. А вот эти съемные объективы наши, Гелиосу, Индостары, Таиры, Миры, Юпитеры, их, говорят, приспосабливают и к Никонам, и к Кенонам, и к Олимпусам, и к Соне. Считается, для художественной съемки ничего до сих пор лучшее не придумали. Они в большой цене. На закате Советского Союза в 89-м году по лицензии США на заводе «Светозор» в Москве начали выпускать вот такие полароиды. Как раз нас закабалила технология, когда дешевая коробка, но очень дорогие. Зато фотографии тут же были. Это было прям радости. Вот такие удивительные вещи, удивительное время. И об этом, обо всем можно узнать в музее «Назад СССР». Светлана, я думаю, что вы рады любым гостям. Да, мы рады всем. Приезжайте к нам в музей. У вас будет возможность окунуться в наше недавнее прошлое, все потрогать, понюхать, вспомнить свои какие-то вещи домашние. И у вас будет возможность просто немного переоценить наше прошлое. Ну, а мы прощаемся с вами. Увидимся в новых передачах в других замечательных музеях нашего округа. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова